В эфире главные новости города время Кривбаса. Здравствуйте! Как всегда, о самом важном, актуальном и интересном расскажут наши корреспонденты и я, ведущая Наталья Болдинская. Поговорим о таком. Пьяный депутат Саксаганского райсовета от фракции Заридне-Мисту Владимир Ходькин стрелял с балкона и хранил дома оружие без документов. Может быть и были какие-то выстрелы, звуки, хлопушки, много кто стреляет. 11-летний подросток облился бензином и поджег себя, а в собственных домах города в пожаре погибло два человека. Заснул, наверное, сигарета. И вот это случилось. В католическом костеле Кривого Рога отпраздновали Рождество. Подробности этих и других новостей прямо сейчас. Пьет, скандалит и стреляет с балкона. У депутата Саксаганского райсовета от фракции Заридне-Мисту Владимира Ходькина нашли дома оружие без документов. Именно из травматического пистолета в состоянии алкогольного опьянения районный слуга народа решил пострелять вечером 25 декабря. Испуганные соседи вызвали полицию и рассказали о пристрастии депутата Крюмке, а также постоянных скандалах в его семье. Что грозит теперь Владимиру Ходькину, исключат ли его из партии или же он и дальше будет представлять интересы криворожан в районном совете, расскажет Николай Чирва. Именно с этого балкона, восьмого этажа, прозвучали выстрелы вечером 25 декабря. Здесь живет семья депутата Саксаганского райсовета от политического объединения Заридне-Мисту Владимира Ходькина. По словам соседей, местный слуга народа выпивает и часто скандалит с супругой. Из-за этого страдают дети депутата, дочь-подросток и семилетний сын. Да, у меня уже есть пистолет-ромат, документы у нас делаются на пистолет, но ничего такого, я не могу сказать, что у нас тут стреляли прямо. Может быть и были какие-то выстрелы, звуки, хлопушки, много кто стреляет. Петарды. Петарды, взрывы. Ну, я за свои слова отвечаю и за свои действия отвечаю тоже. Соседи вызвали милицию у нас, тут оперативная группа, конечно, мы скрывать этого не будем. Муж мой депутат, Заридне-Миста. Он очень уважаемый человек. Ничего плохого здесь не было. По сообщениям очевидцев, нетрезвый Владимир Ходькин находился на балконе и по неизвестным причинам открыл стрельбу из травматического оружия. Соседи позвонили в полицию. На место происшествия приехало три экипажа патрульных и следственная группа Саксаганского отделения полиции. До данной квартиры инспектори позвонили, им открыла женщина, которая гостина запросила их до квартиры, в которой инспекторам патрульной полиции было сразу, скажем так, виявлено муляж граната Ф-1. Человек объяснил, что после обживания алкогольных напоев, он разом со своими двумя детьми неповнолетними вышел на балкон и сделал два пострелы в гору с травматического пистолета. Полицейские обнаружили в квартире депутата травматический пистолет, учебную гранату Ф-1 и другое оружие. Разрешительных документов на домашний арсенал не оказалось. Также при визуальном осмотре квартиры было выявлено предметы, схожие, первый на пистолет, второй на учебную гранату. Сейчас открытка мирового проведения и все предметы направлены на экспертизу. После предметной экспертизы будет полностью придумано дополнительно, что это за предмет. Депутат Владимир Ходькин представляет в Саксаганском райсовете фракцию Ольги Бабенко за реднемисту. Он неоднократно выступал от имени своего политического лидера, в том числе поздравлял с Новым годом детей. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии и заметки на официальном сайте экс-лидера местной ячейки «Батькивщины» Ольги Бабенко. О том, как вообще Владимир Ходькин стал депутатом, он описывает во всех красках. Комментировать свое поведение на камеру не решился, но посетовал на тяжелое детство. Если бы ты, я же тебе говорю, узнал мою жизнь, то приди ко мне. Я тебе когда-нибудь сяду, вот так ко мне придешь на кухню, я тебе сяду и расскажу, как я жил в этой жизни. Как я жил, как я начинал жить, как меня выгнали родители из квартиры, как я ушел в 16 лет с дому, я сам выживал в этой жизни. Как я стал бандитом, как я потом стал депутатом, как я не давал людей убивать. Ты не знаешь того ничего, не знаешь, я тебе это все рассказал. Глава фракции «Заридный мист» Ольга Бабенко называет ситуацию, когда ее коллега-депутат стрелял с балкона семейной ссорой. На вопрос, могут ли Владимира Ходькина после всего произошедшего исключить из фракции, экс-бютовка не ответила и сообщила, что будет ждать официальных результатов расследования. Мало есть людей, которые бы столько делали добра. Вот для меня удивительный этот случай, потому что на самом деле можно спросить у людей вокруг в этом мире, сколько он помогает интернатам, детским домам. И как человек, я вам сказал, он сделал столько добра людям, что дай бог кому-то в своей жизни быть таким, как Володя. Теперь члены Саксаганского райсовета ждет привлечения к ответственности за хулиганство и незаконное обращение с оружием. За это можно отправиться за решетку на срок до 5 лет. Николай Чирва, Александр Бондаренко, Евгений Анистрат, Первый городской. Экс-начальник полиции Кривого Рога Валерий Лютый возглавил областное управление Черкащины. Нового руководителя полиции области представили личному составу 24 декабря. События не анонсировали, но назначение состоялось при участии временно исполняющего обязанности главы нацполиции Украины Вадима Трояна. Фамилия Валерия Лютого уже появлялась в списке руководителей территориальных органов полиции. Напомню, полковник возглавлял Криворожский отдел полиции с сентября 2015 по ноябрь 2016. Нового начальника городского главка до сих пор не назначили, пока его обязанности временно исполняет Николай Верповский. Убили возле шахты. Утром 25 декабря по линии 102 поступил сигнал о трупе мужчины в районе 17 квартала. Бездыханное тело обнаружил недалеко от железорудной шахты Орджоникидзе местный житель, который шел на работу. Полиция сработала быстро и убийцу в тот же день поймали. Им оказался ранее судимый Криворожанин. По словам злоумышленника, неделю назад покойный его обокрал. Восстановить справедливость и отомстить решил с помощью ножа. Теперь задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Було виявлено труп місцевого мешканця 81-го року народження зі слідами насильницької смерті. Після відпрацювання вказаного факту, у вчиненні вказаного злочину було викрито також місцевого мешканця 78-го року народження, якого на теперішній час затримано в порядку статті 208 Кримінального працисального кодексу, вирішується питання про обрання останньому запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Два человека сгорели в собственних домах на выходних. 24 декабря около 6 утра по улице Улан-Батора вспыхнул частный дом. Горела кровать и личные вещи. И в той же кровати спасатели обнаружили обгоревший труп хозяина. Мужчине було 52 года. Родственники говорят, у нього недавно умерла мать. Мужчина начал много пить. Причины пожара пока устанавливают. Сосіді казали, що гулянка тут була. Заснула, наверное, сигарета. І ось це случилось. Нам сообщив, дядя приїхав і каже, Коля згорів. Ми не поверили, якось було дико, що це таке. 25 декабря горела квартира по улице Дышинського. В помещении находился 85-летний пенсіонер, который был прикован к постели из-за болезни. За больным ухаживали родственники. Соседи говорят, мужчина был порядочный і ничем не злоупотреблял. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкання електропроводки. На гасення пожара було залучено два відділення 12-й державні пожарно-рятовальні частини на автоцистерні та автодрабині. Вогонь вдалося загасити о 8 годині 8 хвилин. Площа пожежі склала 4 квадратних метри. В квартирі було знайдено тіло господаря громадянина 1929 року народження. Причини обох пожеж встановлюються правоохоронним органом. Доігрались. В поселке под Кривым Рогом 11-летний подросток облился бензином і поджег себе. Мальчик насмотрелся екстремальних видео одного із топових українських блогеров, які набирають мільйони просмотров. Все происходящее снимали на телефон два його товарища. І якщо в оригінальних видео екстремал прыгнув в воду і безпоследствий потушил огонь, то в случае с малолетним жителем поселка Авангард все закончилось куда трагичні. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Хотя сразу после інцидента он пришел домой, намазал поврежденные огнем участки тела противоожоговой мазью і лег спать. Карету скорой помощи пострадавший вызвал себе сам. Расследованием інцидента занимается Криворожский отдел полиції. Вероятнее всего, ответственности за самоподжог никто не понесет. Пьяный таксист на Ладе на полном ходу протаранил Тойоту, которая остановилась для поворота. От удара пассажир 11 едва не катапультировался через лобовое стекло. Мужчины с множественными травмами лица, головы и ушибами тела забрали медики во вторую городскую больницу. Водитель такси пытался скрыться с места происшествия, но ему помешали небезразличные граждане и прибывшие на место патрульные. Автомобилист с трудом стоял на ногах и утверждал, что сидел на пассажирском сиденье, а не за рулем. Правда, на голове было не единой царапинки. Вы говорите, что за рулем не были. А где вы были? Вы в машине были? Я был за пассажирским сиденьем. На переднем? Ну да. А смотрите, там на переднем пассажирском такая дырка от головы, а у вас на голове вообще ничего нет. А, да, и вот это вы головой пробили, лобовое стекло, и у вас ни срапинки, ни ссадинки. Кто пострадал? Кто пострадал в ДТП? Кто пострадал? Никто не пострадал. Водитель такси даже не притормаживал. По словам очевидцев, мужчина на высокой скорости проехал светофор перед ударом в иномарку. На месте аварии работал экипаж патрульных и следователь Криворожского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители просят откликнуться возможных очевидцев столкновения и звонить по телефону 102. Разворот не туда. На объездной дороге в районе Индустриального водитель еще одной «Лады» на высокой скорости влетел в «Мерседес». В результате происшествия немецкое авто вылетело с дороги, чудом не столкнувшись с деревьями, а «Ладу» развернуло и выбросило навстречку. В результате аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал. На месте происшествия работали два экипажа патрульной полиции. Юбилей скоростного метротрамму Криворога исполняется 30 лет. Первая линия Криворожского скоростного трамвая проходила от станции Площадь Труда до остановки Дзержинская. Открыли ее 26 декабря 1986 года. Соорудить подземку в Кривом Роге возникла идея еще в 70-х годах прошлого века, но тогда метрополитены строили только в городах-миллионниках, а наш таким не был. Потому и решили создать скоростной трамвай. Это была настоящая подземка с длинными платформами на станциях и тоннелями. Но вместо поездов в метро там ездили обычные трамваи. Такая же подземка существует только в Волгограде. Сегодня Криворожское метро перевозит около 35 тысяч пассажиров в сутки. действуют 11 станций, 4 из которых подземные. На предприятии работает больше 65 пассажирских вагонов. И всего за 2,5 гривны жители Кривого Рога могут добраться с южной части города до микрорайона Заречный. Хороводы вокруг елки, конкурсы с подарками и новогодние песни. И это не в местном ДК, а в здании Криворожского отдела полиции. Там для детей и полицейских устроили праздничный костюмированный утренник. Малышей развлекали Дед Мороз, Снегурочка и разные сказочные персонажи. Затем как танцевали, пели и веселились маленькие принцессы и принцы, мышки и снежинки и даже Дракулы, вместе с их родителями наблюдала и наша Вероника Лавриненко. В этот день они не ловят преступников, не прорабатывают схемы разоблачения бандитских группировок, не ищут наркодилеров и не составляют протоколы. Они просто мамы и папы своих маленьких принцесс и рыцарей. Роман Титенко пришел на праздник с сыном. Сыном моего зовут Ярослав, ему 6 лет. Трансформеры любят. Лего, да? Часто мы не видимся, но... Время мы уделяем, конечно, мало. Ну, хоть и мало, но все, что можно, уделяем, правильно? Диана Лукьяненко обычно работает с трудными подростками и занимается розыском без вести пропавших детей. Говорит, чужих дочерей и сыновей не бывает. На праздник привела любимого крестника. Работа занимает очень много времени, но тем не менее всегда мы находим время для своих детей, для близких и для родных, и для знакомых. Им нужно уделять время, они нуждаются в любви, понимании, времяпровождении. Вот сегодня начальник Криворужского отдела полиции организовал для наших деток праздник, новогоднее представление. Я думаю, что все детки будут довольны и счастливы. Впервые новогодний праздник устроили в самом отделе полиции. Раньше проводили во дворцах культуры. Подарки получили около 80 детей с сотрудников ведомства. Хотим немножко показать и нашим сотрудникам о том, что руководители заботятся о сотрудниках, переживают. То же самое в семье, чтобы была гармония в семьях, самое главное. Конечно же, Новый год – это праздник детский, праздник семьи, поэтому так вот мы придумали и решили устроить такой праздник для детей, для семьи, для чинов и семьи, для сотрудников. Детям очень понравились сказочные герои. Их развлекала Маша с Медведем, Китти и, конечно же, Снегурочка с Дедом Морозом. Светлых вам праздников, приятных подарков и счастливого Нового года! Желает Вероника Лавриненко, Дмитрий Микрюков и весь Первый городской. Рождественский сочельник. С 24 на 25 декабря католики всего мира отпраздновали Рождество Христово. Наш город не стал исключением. В храме Успения Пресвятой Девы Марии Риммокатолической Церкви состоялась торжественная служба. После восхода на небе первой звезды прихожане приступили к трапезе и исполнили молитвенные песни. Побывала на рождественской службе и наша Инна Даньшина. Как только на небе зажглась первая звезда, прихожане приступили к праздничной трапезе после строгого поста, а после и к торжественной мессе в католическом храме. Большое количество свечей, органная музыка, песни и молитвы создали в церкви одновременно таинственную и торжественную атмосферу. Это семейный праздник, и в этот день никто не должен оставаться один. И так вот, как Мария, не могла найти себе ночлег с Иосифом, и поэтому пришлось ей быть хлебом. Поэтому сейчас люди должны быть милосердными, и никто не должен остаться один. Всех всегда приглашают к себе. Есть такая традиция, когда накрывается стол в семье, и всегда оставляют одну тарелку пустую. Для того, что если кто-то постучится в дом, обязательно нужно пригласить к столу, чтобы человек не был одинок. В начале первой рождественской мессы свершилась особенная процессия, во время которой священник вынес и уложил в ясли фигуру, символизирующую младенца Иисуса Христа, а после осветил ложа. Для нас Господь есть, со своим спасением чекает, чекает, чуя его голос, чуя то, что он у нас приходит, чтобы принять эти слова, принять эту любовь, принять мир, который он сегодня приносит, и хочет, чтобы он стал фактом в нашем жизни. У входа в храм провели небольшую ярмарку, где маленькие прихожане продавали пряники, украшенные накануне. Деньги собирали на нужды творческие и благотворительные. Мы собираем органы, а также мы занимаемся благодейностью. То есть наш костел занимается благодейностью, он кормит убогих, которые приходят к нам три раза в неделю в поставленные часы, а также они еще выезжают, даже кормят. И все гроши придут на орган, как хочет наша сестра, молодежь, она играет на флейте, а также, ну, для уголок. На праздничных инсталляциях новорожденный Иисус Христос всегда окружен святым семейством, поэтому считается, что именно Рождество нужно отмечать в кругу самых близких людей, согревая их душевным теплом и любовью. Инна Даньшина, Евгений Жулай, Первый городской. Елочка Гори. 24 декабря в еще одном районе города, Покровском, зажглась новогодняя елка. 15-метровое хвойное дерево установили возле Дворца культуры Центральной. Там же провели кулинарную ярмарку, на которой сотрудники ЦИГОКа представили различные вкусности в импровизированных вагонах. Каждый желающий мог попробовать блюда национальной кухни, угоститься шашлыком и сладостями. На сцене детей и взрослых развлекали творческие коллективы, и Дед Мороз со Снегурочкой. Отличился праздничный городок на 44-м квартале, огненным каскадом и Эйфелевой башней, созданной специально к 55-летию ЦИГОКа. Всего на открытии главной зеленой красавицы района побывало около 500 человек. Елочный городок будет работать ежедневно до конца рождественских праздников. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Хороших вам новостей и до встречи на главном телеканале города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин